Продолжение следует... Почему мы сегодня этой теме посвящаем нашу встречу? Дело в том, что 10 октября ежегодно отмечается Всемирный день психического здоровья. Отмечался он и у нас в регионе, и было проведено очень много мероприятий, на которых присутствовали как врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, так и пациенты, проводилась школа пациентов. Сколько людей в нашем регионе страдают психическими расстройствами? Спасибо за вопрос, Антон Герасимовна. Распространенность психических расстройств достаточно велика. Скажу, например, что в 2018 году впервые обратившихся лиц и зарегистрированных было 32 028 человек. Если говорить среди взрослого, подросткового населения и детского, приведу такие цифры, что порядка 4,8% — это подростки, которые обратились к нам, и 2,2% — детей. То есть это те люди, которых мы увидели у себя на приеме, с которыми имели возможность общаться и решать их проблемы. То есть, в общем-то, достаточно немаленькая цифра звучит. Это говорит об актуальности. На самом деле вопросы очень актуальны, мы прекрасно это понимаем. Но вот знаете, в последнее время все больше и больше говорят о влиянии гаджетов современных на психическое здоровье людей. И мы сегодня тоже не можем обойти эту тему, и поэтому я прошу об этом рассказать детского психиатра. Поскольку, почему именно вас, Лидия Борисовна, потому что взрослые люди, они все-таки отдают себе больше отчета, сколько им там в этих гаджетах сидеть, если так грубо сказать. А вот что касается детей, пожалуйста, как они влияют на психическое здоровье, прежде всего, детей? Ну, нужно сказать, что гаджеты очень прочно так и давно уже вошли в нашу жизнь, и в жизнь взрослых, и в жизнь людей, подростков. И нужно отметить, что, конечно, и польза от электронных устройств есть. И, в общем-то, есть дети, которые и играют, и пользуются гаджетами активно, но в то же время они ведут активную общественную жизнь, они хорошо социализированы, они хорошо учатся, у них много интересов. Но, к сожалению, вот мы на приеме чаще встречаемся с такими ситуациями, когда, в общем-то, гаджеты и злоупотребление ими приносят свои негативные результаты. И вот эти негативные последствия, они, в общем-то, прописаны, будут в следующей классификации международных классификаций болезней, которые, в общем-то, рекомендует ВОЗ, чтобы включить компьютерную зависимость вот в эту классификацию. Там перечислены признаки, когда, значит, можно поставить такой диагноз – компьютерная зависимость. И вот люди к нам приходят на прием, там родители с подростками, с детьми, и мы, в общем-то, все эти признаки видим у детей. Это, во-первых, очень много детей уделяют времени проведению компьютера. Это могут быть игры, это могут быть социальные сети, это могут быть просто вот какая-то информационная зависимость, пролистывают они вот эти вот новостные новости, ставят лайки. То есть компьютер занимает в жизни ребенка большую часть его деятельности, остальная деятельность уходит на второй план, то есть это может быть учеба, какие-то интересы. То есть, если так правильно понимаем ваши слова, что, безусловно, излишнее увлечение гаджетами приносит непоправимый, но зачастую достаточно серьезный вред здоровью ребенка. Да, вред психическому здоровью. А вот скажите, мы, ну вот часто на самом деле и врачи, педиатры особенно, утверждают, что физически здоровых детей, к сожалению, не так много на сегодняшний день. А вот как с психическим здоровьем? Вы сейчас сказали, что может повлиять на психическое здоровье, а что родителей должно насторожить? Какие симптомы, на которые им необходимо обратить особое внимание? Именно для родителей, как бы, советы. Ну, отвечая вот на этот вопрос, конечно, я хочу сказать, что здоровых детей много, они есть. Скажем, в 2018 году у нас было зарегистрировано 4200, такой цифры я озвучу, в абсолютных цифрах, детей, которые у нас наблюдаются консультативно и диспансерно, в то время как население Ульяновской области 226, там с лишним тысяч человек, 4200, те, которые у нас наблюдаются. Ну, кто-то у неврологов наблюдается, кто-то у частных специалистов. Но в то же время заболеваемость психическими расстройствами среди детей растет, скажем, по сравнению на 3 года, на 2,7 увеличилась заболеваемость, то есть первично выявленные. Ну, почти на 3%. Но это ведь может быть связано и с, будем говорить, с просвещением, с просветительской нашей деятельностью, то есть родители чаще стали обращаться с проблемными вопросами. Да, вот эти просвещения... На что все-таки обратить внимание родителям? Какие симптомы их должны насторожить у детей? В зависимости от возраста, симптомов очень много, с которыми можно обратиться к психиатру. Есть психологические симптомы, которые, то есть, поддаются коррекции, психологической коррекции, скажем, ну, неправильное воспитание в семье, да, то есть у ребенка, там, скажем, по типу кумир семьи, и ребенок истерит, когда ему уже... То есть он получает все, потом запреты, ребенок начинает истерить, у него нарушается поведение, нарушается сон. То есть коррекция семейных отношений уже может привести к положительному результату. Но это, если, скажем, свежие случаи, да, то есть если это все затягивается, истерики продолжаются, идет какая-то самая агрессия тоже... Ну, то есть если родители видят не вполне адекватную реакцию ребенка на какой-то там, может быть, малозначительный запрет, либо на просто на советы со стороны родителей у ребенка развивается истерика, то есть, ну, неадекватная... Да, расстройство поведения, невротические реакции, да. Скажем, ну, если взять возраст, ну, до трех лет, то тут очень важно иметь, значит, иметь представление о правильном воспитании ребенка. То есть вот здесь, когда идут запреты, и когда уже ребенок слышит слово «нельзя», и идут, то есть и вседозвольность, чтобы развить у ребенка, скажем, самостоятельность, да, то здесь нужно тоже найти какой-то баланс, то есть не переборщить с запретами и не переборщить с вседозвольностью. Так как это... Скажите, а вот как родителям очень сложно, допустим, сориентироваться, особенно молодым родителям? Что значит не переборщить? Вот они ведь могут обратиться, например, для совета, за советом, вернее, и, может быть, они часто обращаются вот к медицинским психологам, именно кто им может помочь, как правильно, где та грань, которую на самом деле нельзя перейти. Может быть, Юлия Владимировна, здесь вы подскажете нам, именно как детский психолог? К нам часто действительно обращаются с проблемой неправильного воспитания. То есть взрослым очень неприятно осознавать, да, и принимать свои ошибки, да. Если этих же гаджетов коснемся, если маме некогда, она сует ребенку, который в коляске телефон, и он смотрит мультики, да. Это удобно, и ее освобождает во время. Маме удобно. Мама не задумывается о последствиях. Я не говорю, что это тотально и всегда. Есть родители, которые мультики выбирают только наши, добрые, которые чему-то обучают, а не просто какие-то, которые захламляют, и информацию перенапрягают просто еще нервную систему. И тогда вызывают страх у детей. А это и приводит к все. Нарушение сна, беспокойство, тревожность. И причем родители часто говорят, ничего такого не произошло. На что обратить маме, родителям, папе, внимание, бабушке, дедушке на неадекватную реакцию с стороны ребенка, да? Либо когда родители понимают, что они своими запретами ничего сделать не могут, ребенок вышел из-под их контроля. Ну, запреты – это же один из элементов воспитания. Надо их хвалить. Родители часто забывают, что надо хвалить, поощрять хорошее и прекращать дурное поведение. Я все-таки задам еще раз свой вопрос. А на что родителям необходимо обратить внимание, когда… Да, пожалуйста. Ну, симптомов я говорю очень много. Ну, вот, например, есть такой синдром. А вы выберете основные. Страх, да? Вот страх, то есть, скажем, ну, скажем, там, ну, ребенок боится чужих людей, боится, там, собак и так далее, громких шумов. Но, скажем, если страх этот вычурный, то есть, он непонятный. Излишний. Излишний, да. Вот, скажем, ребенок вдруг внезапно закричал, закрыл лицо руками, убежал и кричит «боюсь, боюсь, чего боюсь, мы, то есть, добиться от него не можем». Это вот уже повод. То есть, меняется поведение, меняется сон ребенка. Скажем, есть ли у ребенка вот такие состояния, как бы, есть расстройство психологического развития, да, расстройство речи, скажем. Но в 2-3 года, то есть, речи у ребенка нет. Это мы все говорим о раннем возрасте, а вот в последующем, когда ребенок идет в школу, да. Да, в последующем. Здесь мы встречаемся с трудностями адаптации частенько, что тоже связано, скажем. Ну, дети разные, кто-то, то есть, адаптируется быстро, для кого-то нужны какие-то особые условия. Зависит это все от педагогов, также от родителей, но и от самого личности, самого ребенка. То есть, ребенок может одно, а там родители хотят не весь чего, чтобы он все успевал, учился отлично, ребенок не может. Вот уже, пожалуйста, стресс для ребенка. Давит школа, давит семья, у ребенка уже начинаются какие-то тоже невротические расстройства. Это может быть даже заикание, да, даже в 7 лет может появиться заикание. Это могут быть тики, какие-то генерализованные тики. Это, опять-таки, могут быть психосоматические расстройства, когда перед тем, как выйти в школу, у ребенка, то есть, уже отрицание идет. Он боится, и у него может подняться температура, рвота, боли в животе, да, то есть, вот, рвота, тошнота. Ребенок остался дома, через какое-то время все это проходит. То есть, это вот эта трудность адаптации. Ну, скажем, если более старший возраст, там, подростковый возраст, то тут, в общем-то, все психические расстройства, которые встречаются у взрослых, они могут встречаться и у детей. Только они немножко по-другому протекают. Те же депрессивные, тревожные расстройства. Ну, вот они по-другому протекают более бурно, поскольку это детский организм. Да, но они, в общем, то есть, вот, скажем, если депрессия, то не будет такой сезонности, то есть, не будет вот такой цикличности, там, утром плохое настроение, да, а к вечеру наоборот. То есть, у детей все это наоборот. В виде раздражительности, да, то есть, припадов настроения, без причинных. Какие-то ситуации школьные могут повлиять на настроение. Как ребенок себя чувствует в детском коллективе. То есть, ребенку же, вот, подростку очень важно утвердиться в среде своих сверстников. Если он не занимает какое-то место, то есть, все, тут может дать толчок для депрессивных даже. Да, вы совершенно правы. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что основную роль здесь играет среда, наверное, даже не столько среда, сколько семья, родители. И мы, значит, и вы, как психиатры, психологи, и вы, безусловно, должны больше внимания уделять, конечно, воспитанию родителей и беседам с родителями. Но вот, Лилия Владимировна, к вам вопрос. В мнении специалистов, психиатров, как больше стало развиваться психических заболеваний? Или мы об этом просто стали больше говорить? Если говорить по, скажем так, статистике общероссийских показателей, то на самом деле эти цифры, ну, например, в сравнении с 1995 годом не увеличилось. Не увеличилось. Не увеличилось. Что касаемо, например, нашей области, тоже я смотрела данные статистики, то есть небольшое увеличение показателей заболеваемости, например, по сравнению с 2016 годом даже. Но сбрасывать со счетов то, что об этом действительно чаще стали говорить, конечно, нельзя. Люди стали более осведомленные, население более, скажем так, заинтересовано. Очень большое количество информации звучит из СМИ. Действительно, мы об этом стали чаще говорить. И мы, как психиатры, стараемся донести до населения о открытости наших дверей, о нашей открытости, что мы готовы общаться, мы готовы решать проблемы, которые у людей возникают. Скажите, пожалуйста, на самом ли деле можно сказать, что в больших городах люди болеют чаще, я имею в виду психические заболевания, или это миф? Пожалуйста, я прошу принять в этом участие, потому что на самом деле этот вопрос задают достаточно часто. Но я думаю, что мы с вас начнем этот ответ, да, пожалуйста. Большие города, что это такое вообще? Ну, большие города, как правило, это определенный ритм жизни, ускоренный, насыщенный, полный стрессов. И в связи с этим, ну, чаще у людей возникают различные психологические проблемы, начнем с них. Вот. А учитывая то, что докторов-то в городах больше, в том числе и нашего профиля, и у людей возможность обратиться к специалисту, естественно, больше, чем у сельского населения, поэтому, в общем-то, говорить, что заболеваемость в городе больше, чем в селе, наверное, это правомочно. Хотя тоже, смотря, например, конкретно, если говорить о нашей области, смотря какие районы. То есть где-то больше заболеваемости, чем в городе Ульяновске, где-то чуть меньше. Но это детали. В общем, можно сказать, что, конечно, в городе распространенность больше. Может быть, за счет того, что просто доступность этой помощи, Юлия Владимировна, вы что-то хотели, как психолог? Я говорила уже, что доступность действительно больше, и, соответственно, и выявляемость больше. Соответственно, и числовые, да, разнятся. Население больше. Потом другой момент. Как люди справляются со стрессом? В городе какие есть возможности, в селе какие есть возможности. И вот, к сожалению, в селе превалируют такие возможности, которые негативные только последствия могут иметь. С работой проблема, в городе ее проще решить. Но в селе есть большой плюс – размеренность темпа жизни. Лидия Владимировна тоже говорила, что нет такого большого рейса. Бешеного ритма, который просто людей, если не держишься в тонусе, или заканчиваются силы. И, соответственно, все. Сила уходит, стресс больше поддается организму. Понятно. А вот для того, чтобы эти силы сохранить, у меня вот, Лидия Борисовна, вопрос к вам. Пожалуйста, вот обрисуйте и объясните родителям, какие этапы развития ребенка важно пройти успешно, для того, чтобы во взрослой жизни быть психически и социально адаптированным и более стрессоустойчивым. Вот что можно сказать, какие этапы можно отметить? До 17 лет они все важны для становления ребенка, человека как личности. И начиная с рождения до года, скажем, ребенку нужна мать. То есть изолирует маленького ребенка, скажем, стационар или по каким-то причинам. То есть идет отрыв. В дальнейшем мы видим, какие последствия. Что у ребенка это часто? Задержки какого-то психологического развития. То есть мы здесь можем сказать, что изолировать ребенка, даже когда он болен, в раннем возрасте, изолировать от мамы его нельзя. Это неправильно. Потому что потом это ведет, конечно, к стрессам, и в дальнейшем это все равно скажется на каких-то его психических состояниях. Скажем, до трех лет, да, то есть тоже очень важный вот такой вот этап. Опять-таки вот мы тут можем сказать о воспитании, когда ребенок все время проводит с матерью и не отрывается от нее. А потом идет в детский сад. А потом идет в детский сад, нарушается адаптация. То есть там идет первый такой вот адаптационный период, он очень важен. Отметили, значит рождение, зачем поход в детский сад? Это школа, да, начальная школа, да, то есть 7 лет там по 4 класс, тоже он очень важен, так как здесь тоже уже идет адаптация к совершенно другим условиям, то есть требования и учебные, и нужно высидеть 40 минут в классе, и учится ребенок общение, да, среда другая. То есть опять-таки вот тут правильное такое поведение и педагогов, и родителей, оно очень важно, очень важно, чтобы сохранить психическое здоровье. Ну и следующий, конечно, период, очень важный и тяжелый, это подростковый период, когда идет гормональный взрыв, идет половое созревание, об этом очень много говорится, об особенностях подросткового возраста. В школах ведутся всевозможные семинары такие просветительные, где родители присутствуют на собраниях, да, то есть психологи вот им дают информацию, как нужно вести себя, какие особенности, скажем, ну там, ребенок уже себя как бы хочет утвердить, то есть требуется, то есть у него идет как, и социальная активность у него изменяется, да, то есть вот это общение, ребенок хочет утвердиться в среде сверстников, если у него получается все это хорошо, то есть самооценка у него достаточная, да, то есть он в коллективе все хорошо. Если не получается, там, ну бывает ведь и травля, бывает какая-то критика со стороны там, внешнего вида подростка, и подросток может опять-таки уйти в этот виртуальный мир и стать зависимым от гаджетов, что тоже есть плохо, он одинок, и самооценка опять-таки понижается. Но все-таки дети, подростки, будем говорить, если сейчас мы говорим о подростках, они более подвержены внешнему влиянию, да, на самом деле это так, и очень много обращают внимание на реакцию со стороны окружающих, зависим от мнения своих сверстников. Да, и очень болезненно реагируют именно на вот замечания сверстников, да и не только сверстников, на замечания и взрослых людей. Юлия Владимировна, Вы что-то по этому поводу добавите нам? Мне хотелось бы добавить, что самое важное не отдельное поведение родителей, а отдельное поведение учителей или воспитателей, а их взаимодействие. И так, чтобы направлено было именно на пользу ребенка, каждому конкретному ребенку. И тогда эти этапы с меньшими потерями будут ходить. Конечно. И потом в каждый кризис, почему так говорят, кризис? Потому что что-то одно разрушается или утрачивается важность, формируется что-то другое. Вот в младенчестве, когда говорят, очень важно не изолировать ребенка, а чтобы мать держала ребенка как можно чаще на руках, формируется базальное доверие или недоверие. И если ребенок, не понимая, не осознавая, просто ощущает вот нехватку вот этого материнского тепла, уже заложено базальное недоверие. Кризис трех лет, когда формируется, вот они все, я сам шнурки и буду. Ну, мама, ну найди время, ну встань пораньше на 15 минут, пусть он сам завязит шнурки. Для него это важно сейчас. Потому что силы воли тогда формируются. Вот в три года. То есть это очень важно, потому что на самом деле мама всегда торопится. Конечно. И быстренько будет завязывать эти шнурки сама. Все быстренько сама. Потому что так быстро сама. Вот. Хорошо. А вот такое еще есть понятие психосоматика. Вот что это такое, как она работает? Лена Владимировна, наверное, с вас начнем, да? Психосоматика. Ну, расшифруем, что психо – это наше душевное состояние, сома – наше телесное состояние. И нередко, в общем-то, вот мы слышим понятие психосоматоза. Поток стрессов начинает провоцировать развитие заболевания. И, в общем-то, вышеперечисленные, вот как раз-таки к психосоматозам и относятся. Но это то, что уже вот мы знаем и выявлено. То есть, насколько я правильно вас понимаю, как врач, ну, именно тот, о котором вы говорите, врач-терапевт, то есть, эти заболевания терапевты или там врачи общей практики должны лечить совместно с психологом, с психиатром, если доктор увидит, допустим, неспокойное состояние своего пациента, да? То есть, стресс и неустойчивость, либо какие-то другие симптомы, которые позволяют его подумать о том, что у человека не все в порядке с его психологическим статусом, да? Я считаю, что однозначно подключать к психиатру надо для совместной курации пациента. Но зачастую бывает и так, что пациент ходит от врача к врачу и предъявляет жалобы на боли в той или иной части тела, на какой-то дискомфорт в области живота, на затруднение дыхания. И врачи-интернисты начинают активно обследовать, проводят различные виды диагностики, и никакой органики, никакого субстрата не находят для того, чтобы объяснить эти боли, эти неприятные ощущения. А порой пациент даже их не может конкретно описать, то, что происходит. Вот тогда это повод задуматься о необходимости консультации психиатра. Либо психолога. Все сейчас, на самом деле, люди в работоспособном, трудоспособном возрасте очень много времени проводим на работе. И иногда слышишь вот очень такие отрицательные отзывы, и именно работу винят в тех заболеваниях, которые развелись. Как сохранить здоровье на работе? Дайте совет нам всем. Сложный вопрос. Как сохранить здоровье на работе? Во-первых, я думаю, что ко всему, что в жизни происходит, нужно относиться с определенной долей здорового оптимизма и с некоторой долей даже какого-то юмора. Нужно, во-вторых, расставлять правильные приоритеты. Ну да, конечно. Это однозначно. Потому что работа работой, а человек у себя сам один, другого не будет. И резервы его не безграничны. Во-вторых, несмотря на то, что большую часть времени работы занимает, надо планировать свой досуг. И не просто как-то пассивным отдыхом, а, может быть, банальные какие-то прогулки вечером. Посильная для вас физическая активность. Да, мы сейчас на самом деле много об этом говорим, потому что переключать деятельность с психологической нагрузкой, с умственной нагрузкой на физическую, это просто вы совершенно правы просто пойти, выйти и пройти пешком. Сколько-то, да, коллеги? Согласны с тем, что переключение с одной деятельности на другую благотворно будет сказываться на психическом состоянии человека. Особенно если видят, что что-то не получается с решением, например, той или иной задачи на производстве. Надо дать себе перерыв и подумать об этом через какое-то время еще раз. Ну и еще, Валентина Герасимовна, хотелось бы сказать о том, что очень часто слышишь, особенно от людей, ну, крайне занятых, что не было отпуска 2-3 года, и человек считает возможным, ну, а что, ну, вот, ну, не позволяет работа. Но это нереально, просто резервы не безграничны, и когда-то все это даст о себе знать. Конечно, и закон тем более говорит о том, что человек должен использовать отпуск по назначению. Совершенно правильно. Ну, вот, знаете, вопрос такой, мы сейчас вот говорим, что да, появились тревожные симптомы, появилась какая-то неуверенность в себе, нужно пойти к психиатру. Вы сказали, что не к психологу, а именно к психиатру. Но вот люди тоже часто задают вопрос, а как найти психиатра, к которому надо пойти? Как найти, ну, всегда спрашивают, вот, я прошу меня извинить за некорректность, как найти хорошего психиатра? Я прошу сразу у коллег извинения, но вот именно такие вопросы задают, как найти хорошего психиатра, к которому человек будет испытывать доверие, к которому он пойдет совершенно спокойно на прием. — Я думаю, что какого-то универсального совета нет. В любом случае должно произойти некое доверие. Тогда, когда вы видите отклик и понимание в глазах врача, когда вы ему безусловно верите. — Скажу так, что все специалисты, которые работают в нашей области, они имеют, естественно, сертификат врачебный. То есть все они обучены для того, чтобы этот вид помощи оказывать именно по этой специальности. — Еще раз подчеркнем, что должно быть обязательно доверие у пациента к врачу, и врач тоже должен располагаться к себе пациента и иметь такое доверие со стороны пациента. Но дело в том, что все-таки, как бы мы ни говорили, но всегда, когда речь заходит о психиатрах, то всегда это вызывает какой-то страх. Вот принято бояться людей с особенностями психического развития. Но это не то, что мы там придумали. Это на самом деле уже так сложилось. И бояться идти к психиатру. Иногда идут к психиатру уже, когда поздно, будем говорить. То есть приходится применять достаточно серьезные методики лечения. Как Вы считаете, откуда этот страх берется? И что делать, если, например, человек видит неадекватное поведение со стороны своего сослуживца, соседа, действия, какие он может предпринять при этом? Я к Вам обращаюсь. В первую очередь, именно откуда берется этот страх? Страх, как бы даже, если вспомнить нашу историю, да, мировую, то страх идет еще с древних времен, очень давно он появился, когда психически больные, душевно больные люди, в общем-то, не было препаратов, над ними просто издевались. Ну, скажем, сейчас вот, да, когда появились медикаменты, есть чем лечить душевно больных, страх все равно присутствует. Ну, почему? Потому что у людей вот такое сложилось, как бы, мнение, стигмы такие, что человек, который пришел к психиатру, он обязательно будет взят на учет. Хотя уже с 92-го года как такового психиатрического учета у нас нет. У нас есть, скажем, диспансерное, консультативное наблюдение. Ну и динамическое наблюдение. Да, динамическое наблюдение. То есть, если, скажем, человек приходит и уже первый вопрос задает, а получит ли дальше мой ребенок права на вождение, да, то есть на первом месте у человека не здоровье его ребенка, там, подростка, а вот как бы он думает о его будущем, как бы мы не навредили. Но психиатрия, она не носит такой запретительный характер. При трудоустройстве, скажем, на работу, да, мы не можем написать, что человек, например, стоит на диспансерном учете у нас. Мы даем справку, что человек, скажем, может работать по такой-то специальности, потому что многие психические заболевания, они, как бы, люди, которые страдают, они могут выполнять какую-то определенную работу, да, и может даже сложную работу, так как они находятся, скажем, у некоторых на лечении находятся, у некоторых какие-то такие состояния, в общем-то, состояние ремиссии. И поэтому я считаю, вот как раз вот такое предубеждение, что психиатр, то есть что-то запретит, возьмет на учет, и в дальнейшем это скажется на судьбе человека, вот это вот тормозит людей. Плюс, ну, как бы, вот общественное мнение, ага, кто-то узнал, но опять-таки у нас же вся информация скрытая, то есть мы по закону не имеем права не распространять, что у нас обязан, да, не распространять никакие сведения, там, ни о подростках, ни о больных, к нам обращаются родители, мы берем согласие на осмотр, с 15 лет подросток сам должен уже, то есть написать нам согласие на осмотр, на лечение и так далее. То есть, если я правильно понимаю ваши слова, просто хочу еще раз концентрировать, то бояться психиатров не надо, нужно просто пойти и посоветоваться тогда, когда возникла в этом необходимость, да? И поставить все-таки во главу угла здоровье ребенка, так как даже, ну, скажем, вот он не будет служить в армии, а сможет ли он служить по своему психическому состоянию в армии, нужно ли ему это, или не придет ли это даже к трагедии, да, если что-то скрыть? Согласна, но, знаете, у нас с этим вопросом и с вашим ответом связано еще такое популярное мнение, я думаю, что, Лилия Владимировна, вы, наверное, на этот вопрос ответите сейчас, есть такое мнение, что психическая болезнь не излечивается вообще, и насколько это правда, вот, ну, потому что на самом деле вопросы эти возникают, что если уже возникло психическое заболевание, то это не излечивается. Если же мы речь ведем о хронических психических заболеваниях, которые тоже имеют место быть, то посредством медикаментозной терапии, психологической коррекции, то есть, конечно, все излечено. То есть, бояться лечения здесь не следует, и главное, чтобы это было вовремя сделано обращение, допустим, к психиатру, и адекватно назначено лечение, чтобы человек правильно на него отреагировал. Ну вот, я хочу сказать, Лидия Борисовна, вы уже как-то затрагивали вопрос о сезонных обострениях, вот, насколько они на самом деле видны, что ли, вот вам, и существуют ли сезонные обострения, это, наверное, к вам, к психиатрам, вопрос к обеим. Конечно, они, да, существуют, так как все мы зависим от биологических ритмов, да, и вот эта перестройка в межсезонье, скажем, весна-осень, вот этих биологических ритмов у человека, она приводит к обострению. Почему? Скажем, ну вот, летом длительный такой световой день, много света, вырабатывается серотонин, да, то есть, гормон, как бы, счастье, нейромедиатор, который влияет на, если его недостаток, то депрессивное расстройство. Наступает, скажем, после лета, когда человек расслабленный, отдыхает, наступает осень, да, то есть, день, короче, соответственно, обменные процессы, они уже меняются. Пасмурные дни. Пасмурные дни, дождливые, да, там какие-то, может быть, проблемы человека, вот вам, пожалуйста, обостряются, скажем, депрессивные, там, панические расстройства, да, то есть, мелатонин есть такое вот вещество в организме, которое вырабатывается во время, в темное время суток, да, когда у нас там вот, то есть, сонливость появляется рано в осенний период, и вот такой вот, как бы, активной, ну, деятельность уже занимает у человека меньшее время, меньшее количество времени. Ну, все-таки сказать, что это обязательно психическое заболевание, наверное, не следует, да, просто… Это и у здоровых людей, да, есть, но все-таки психические, такие, как, скажем, шизофрения, да, то есть, психоза, такие заболевания, как депрессия, панические расстройства, они, конечно же, обостряются. Что касается детей, ну, мы тоже это видим, это, то есть, после каникулы дети, например, с СДВГ, то есть, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, они к нам больше обращаются осенью и весной, у них это тоже все происходит. Существует сезонное обострение, и вы на это обращаете внимание. Лилия Владимировна, вы тоже об этом говорили, и тоже согласна, что у взрослых так же, если это имеется хроническое психическое заболевание, то все ли склонны к сезонным обострениям, либо это зависит от общего настроя организма, общего состояния. Я здесь, Лидия Борисовна, абсолютно соглашусь, действительно, ряд нозологий имеет сезонность обострения, это так, вот, и зачастую никаким образом от настроя человека это не зависит. Понятно. Юлия Владимировна, а вот к вам, как к психологу, когда еще человек не дошел до психиатра, будем говорить, может быть, еще ему и не надо пока, А как вы какие советы дадите по повышению стрессоустойчивости организма, ну, чтобы, может быть, справиться самому, либо с минимальными такими затратами? Все эти погони за какими-то такими представлениями о красоте, красота – это очень относительное понятие, вот, внутренний человек – это красивее, чем его внешний облик, хотя я за спортивное тело, конечно, особенно у молодых. Вы знаете, я вот, прежде чем советы какие-то, я хотела сказать, мы говорили про кризисы у детей, и почему-то упускаем такой большой слой нашего населения, когда люди выходят на пенсию. Да, очень-очень важный момент, вы правы. Почему-то всем у нас как-то в обществе надо пересматривать, с себя начинать. Почему-то, когда мама ведет за руку ребенка, и он 300 раз ее спросит, это почему, а это что, это как, это нормально, она находит время и силам объяснять. А когда люди, которые поменялось резко условия, не нужны они стали, они субъективно воспринимают ненужными себя, и они нуждаются, естественно, в чуть большем времени общения, в чуть больше нужно выслушивать их близким, близким людям. Мы, конечно, очень хотим, чтобы как можно больше людей серебряного возраста, будем говорить, чтобы они ходили в эти клубы, в эти там, ну, школы самые различные. Но, вы знаете, я вот вас перебью на несколько минут. Вчера мы проводили агитпоезд в Стармайнском районе, и там были охвачены, конечно, все слои. И с детьми было очень много площадок проведено, но я на что обратила внимание, вот впервые первое муниципальное образование, где я об этом услышала, значит, серебряное было заседание серебряной администрации, и они сказали, руководитель, руководитель серебряной администрации врач, может быть, поэтому, так она, в общем-то, достаточно полно все объяснила. Он сказал, что у нас нет брошенных людей, которые не имеют родственников, и которым некому помочь, допустим, в жизни, вот в такой, когда он нуждается в посторонней помощи, я имею в виду психологическую, прежде всего. И вот у них уже шесть человек из людей пожилых, серебряного или уже золотого возраста, у которых нет родственников, их взяли к себе работники надомной службы. Они взяли к себе их домой. Просто-напросто. Да. И это было отмечено, что настолько изменилось их психологическое состояние. И физическое вслед за этим. Конечно, и физическое вслед за этим. Ну, забывать не надо, что каждое поколение меняется, каждое поколение будет растить следующее поколение, которое отделяется от того, от тех двух-трех предыдущих. Вот связь утрачивать не нужно. Обязательно нужно заострять внимание и молодых, и зрелых. И совсем маленьких детей. Следующий какой совет можно дать? Движения. Прогулки. По силе своих возможностей. Кто-то фитнес-клубы. Кто-то сады-огороды. Вот у нас... Ту-то скандинавскую ходьбу, что сейчас очень медленно. Да, обожают. Я живу возле школьного двора. Там условия удобные. Но группы лиц прям замечательное время проводят. Планирование своего рабочего дня. Планирование обязательно, Владимир говорил, отдыха. Да. Не надо есть на ходу. Вот элементарно. Не надо. Предоставьте себе, найдите время, когда кушать. Если вот объединить одним понятием то, что вы сказали сейчас, какие советы дали, то это тема, которая звучит у нас из эфира в эфир. Это, конечно, здоровый образ жизни. Это и рациональное питание, и двигательная активность. То есть вот то, о чем мы говорим. Но и, безусловно, конечно, отказ от вредных привычек – это ни в коем случае не курение, это ни в коем случае не злоупотребление. Стремление, хотя. Нет, нет. Но насчет курения я, конечно, однозначно. Это только отказ от курения и отказ от злоупотребления алкоголем. Да. И, конечно, тогда у нас все получается в понятии здоровый образ жизни. Коллеги, я прошу вас высказать свои пожелания сегодня населению нашего региона. Что вы, как специалисты, как специалист именно профиля психического здоровья, какие пожелания с вашей стороны для наших людей? Ну, конечно, пожелания душевного здоровья. И хочется сказать, что если какие-то проблемы все-таки возникают, и вы понимаете, что сами не справляетесь с ситуацией, не нужно бояться, не нужно пытаться отгородиться от проблемы, придите к нам. Я тоже присоединяюсь. Вот у меня как бы такое обращение к родителям. Все-таки я считаю, что родители должны сопровождать своих детей, любить, внимательно к ним относиться, помогать и дружить с своими детьми в течение всей детской жизни, от нуля до 17-18 лет. И также присматриваться, анализировать поведение, скажем, подростков, образовывать себя в этом плане, как воспитывать, как вот так же с этими гаджетами обращаться. То есть чтобы не просто дали гаджеты в руки и пошли своими делами заниматься, все-таки чтобы грамотно подходили к этим вопросам, потому что психическое здоровье людей, оно закладывается, конечно же, в детстве. И поэтому на каждом вот таком этапе жизни ребенка, ну, хотелось бы, чтобы родители, конечно, вот, ну, проявили себя как, ну, с лучшей стороны. Именно как родители. И так же, да, как родители. И в том числе, значит, вот не боялись так же вот обращаться, главное, вовремя, да, ну, свежий случай к психологу, да, затянувшийся случай уже там даже, или уже видит, что ну просто караул, такое состояние ребенка, они его объяснить даже никак не могут. Но все-таки шли бы к психиатрам, потому что в каждом районе у нас психиатры работают, в каждом районе города, в каждой поликлинике. В каждой поликлинике, территориальной, детской поликлинике, возрослой поликлинике. И помощь мы можем оказать, скажем, даже тем же детям с задержкой в развитии. То есть мы их вовремя, они к нам обращаются, мы их вовремя направляем на комиссию медико-педагогическую и так далее. Хорошо. Юлия Владимировна, Ваши пожелания. Я присоединяюсь к вышесказанному и хочу сказать, еще раз напомнить, что здоровый образ жизни, он не в подарок дарится, а с детства формируется. Примером своим. И взрослых хочу призвать просто начинайте с себя. Мы очень много себе позволяем, а детей пытаемся воспитывать идеальными. Так не бывает. Да, это как мама ведет ребенка, минуя пешеходный переход, вне пешеходного перехода. И учит его правила дарного движения. И говорит, никогда так не делай, ходи только по пешеходному переходу. Конечно, Вы совершенно правы, личный пример здесь основной. Но мне осталось только пожелать всем здоровья как физического, так и психического и психологического комфорта. Я думаю, что разговор, во всяком случае, надеюсь, что он полезный, по крайней мере, для родителей. Потому что существует такое понятие «недолюбленные дети». Это страшное понятие, которое на самом деле, к сожалению, имеет место быть. Вот хочу, чтобы таких детей не было. Поэтому, пожалуйста, всем здоровья, всем благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...